Боевые действия на объекте Верхушково в октябре 1941 года. Деятельность молодежно-патриотического клуба «Азимут». Бой летучего корпуса русской армии с 4-м корпусом армии Наполеона у стен Савина-Сторожевского монастыря. Его стратегическое значение и увековечивание памяти его участников. Это лишь часть докладов, которые будут заслушаны в ходе 9-й краеведческой конференции «История и современность». Главное краеведческое событие года пройдет в музее-заповеднике Александра Пушкина в Больших Веземах 20 марта. Здравствуйте, в прямом эфире ТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгений Августин. А в нашей студии организатор конференции, руководитель краеведческого общества Антон Кузнецов. Здравствуй, Антон. Добрый вечер. А я призываю телезрителей принять участие в нашей беседе. Телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. Антон, давай начнем с экскурса в историю, раз у нас тема такая краеведческая, историческая. С чего начиналась конференция? Кому принадлежала идея? Идея принадлежала энтузиастам-краеведам, которые интересуются историей одного края. Конечно, любой человек, любой специалист, любой интересующийся и увлеченный человек, он не вещь в себе, он не замыкается, как правило, а старается в своем увлечении с горящими глазами рассказывать максимальному количеству окружающих людей и собирать вокруг себя единомышленников. И, в общем-то, на таком подъеме, когда часть вот Одинцовских энтузиастов-кореведов оказалась сотрудниками Одинцовского кореведческого музея благословенного, все сошлось в одну точку, и мы решили, да, надо как бы действовать. И начали организовывать такие события в стенах музея, когда поняли, что, собственно, залы музея, они уже тесны для того, чтобы вместить всех желающих на такие события массовые, мы стали искать площадку более подходящую, интересную, тоже с каких-то таких позиций фактурную. Мы в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проводили несколько раз в зале, в административном здании. И в итоге мы нашли замечательный контакт, нашли замечательное понимание у Рязанова Александра Михайловича, директора Большеведенского музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина. И в гостевом флигеле, тоже в зале, в конференц-зале, замечательном, просторном, светлом, мы уже в четвертый раз будем проводить наши события. Это 9-я Одинцовская научно-практическая корееведческая конференция «История и современность». Я, кстати говоря, хочу обратиться еще раз к зрителям. Мы не только принимаем звонки по номеру 8495 508 86 84, но и также ведем прямой эфир в социальной сети Instagram, где вы можете оставлять свои комментарии. Антон, то есть можно сказать, что с локацией вы определились. Это будет постоянный музей-заповедник Пушкина? Или планируете все-таки, может быть, какую-то ротацию, перемену мест? Ну, мы не замыкаемся, просто на данный момент с нашими коллегами-музейными работниками нам крайне комфортно работать, то есть полное взаимопонимание. Везде во всем мы идем друг другу на встречу, там ежедневно на контакте, согласовываем, организуем, трясаем технические нюансы, в общем-то. Но, опять-таки, в течение лет сотрудничества уже многие вопросы, они отпадают сами собой, потому что мы друг друга понимаем с полуслова. И формат понятен, формат интересен в мероприятии, формат необычен для конференций. Вот расскажи, что необычного в формате. Мы пробуем разное новое. Во-первых, миссия нашей конференции – это популяризация истории родного края. Если брать какие-то конференции краеведческие, например, школьную, учебную, то здесь люди именно учатся, то есть школьники, они пробуют себя в исследованиях и учатся докладывать, работать с аудиторией, но учатся они, опять-таки, в таком немного академическом ключе. Если брать прекраснейшую научную конференцию «Саинские чтения» в Зенегородском музее, там уникальные выступающие, уникальные доклады, но это научная работа такого академического характера. Она, безусловно, несет в массы знания, но это немножечко, на наш взгляд, более открытым человеческим языком общаться с людьми с максимальным количеством аудитории, которая зачастую не подготовлена к восприятию каких-то сухих академических истин, фактов и научных выводов, научным же языком высказанных. Мы стараемся простым народным языком рассказывать о том, что мы видим, что мы исследуем и переживаем. И в плане формата мы стараемся быть интересными. Мы уже не первый раз ведем онлайн-трансляцию, то есть на наши события как можно приехать очно и в зале побыть. Это тоже интересно, расскажу почему. И можно, не выходя из дома, находясь за компьютером, наблюдать или там с телефона краем уха слушать, на канале YouTube, первый краеведческий канал, наблюдать конференцию и писать свои вопросы выступающим, интерактив. Что происходит на самой конференции? По очереди выходят докладчики, 20 минут они рассказывают свою тему, 10 минут у них ответы на вопросы. Зал, аудитория вживую общается, имеет уникальную возможность вживую пообщаться, задать свои вопросы автору доклада. Иногда как бы положительные, иногда каверзные тоже бывают. Такие моменты стараемся, конечно, сглаживать, но автор должен быть готов к конструктивной критике, тем не менее. А если не готов, новые темы для исследования? Совершенно верно. И у нас по результатам вот этого взаимодействия с аудиторией автор выбирает лучший вопрос, и от нас, от организаторов, приз вручается обязательно этому человеку. Кроме того, для работы с аудиторией, для того, чтобы нам всем было друг с другом интересно, мы, используя свой опыт проведения районных карьевических викторин, мы стараемся внедрять такие интерактивы и в нашу конференцию. То есть там у нас есть разные номинации, там показывается фотография предмета, который, ну, надо подумать, что это такое, и конкурс, кто из аудитории, в том числе и выступающие, и зрители отгадывают, что это такое, вручается приз, что где, когда фактически выносится черный ящик, тоже загадывается загадка, что лежит в черном ящике. Естественно, все это с таким краеведческим уклоном, с таким местным акцентом. В чем, собственно, интерес? У нас конференция, те знания, тот комплекс знаний, который мы пытаемся донести, он, опять-таки, с таким местным акцентом. Большинство докладов напрямую касается именно Одинцовского края, истории Одинцовской земли из Венегородщины. Вот, там в последнее время у нас наметились тенденции взаимодействия там с пограничными территориями, с дружественным нам русским округом. Насколько я знаю, у нас соглашение подписано о сотрудничестве культурным. Вот, еще до подписания соглашения краеведы Одинцовские и русские уже вовсю дружили и друг к другу в гости ездили, и на конференции у нас коллеги выступали, делились своими компетенциями, то есть это тоже есть. И, как я уже сказал, все это простым человеческим языком, и наши авторы, они, в общем-то, как я уже сказал, они болеют этой темой, то есть они очень глубоко переживают всегда. Они могут с душой рассказать, и зачастую, конечно, 20 минут бывает мало. Приходится людей вежливо останавливать. И в моей работе, модератор конференции, наверное, это самый сложный момент. Когда ты видишь человека увлеченный. И тема интересная. Интересная, и все время пора останавливать, пора потихонечку там сначала намекать вежливо, потом менее вежливо, если уважаемые выступающие, все время. Переходим к ответу на вопросы. В прошлом году впервые краеведческая конференция по определенным, да, всем понятным обстоятельствам прошла в онлайн-формате. Как краеведы к смене формата отнеслись? С пониманием, однозначно с пониманием. И на всех уровнях обсуждая вообще итоги 2020 года, как с позицией там и краеведения, и поисковой работы, и волонтерской деятельности. В общем-то все некоммерческие организации, все вот такие коллективы, они отмечают как и негативные моменты, которые из-за вот этих ограничений, они, к сожалению, были. Там какие-то личностные тоже проблемы. И на самом деле отмечают позитив, что вот эта проблематика, которая на нас, на всех навалилась, мы, в общем-то, стали думать о решении этих проблем. И переход в онлайн – это одна из компетенций, которые мы получили и отработали в ходе вот этого опыта, связанного с тем, что мы все там находились где-то привязаны к месту и не могли активно встречаться и активную деятельность вести. И сейчас даже уже в отсутствии ограничений зачастую очень многие совещания, встречи проходят в онлайне, потому что оказалось в определенных моментах это очень удобно, там не надо людям далеко ехать, там договариваются, что это правомощно. Так же, как и очное заседание, и проводятся какие-то встречи, мероприятия. То есть вот совершенно буквально недавно, 23 февраля, мы открывали районную вахту памяти 21-го года именно в онлайне, потому что собрать клубы военно-исторические, собрать поисковые отряды, собрать военно-патриотические организации где-то в одном месте проблематично. В онлайне, пожалуйста, все вышли со своих мест, и в этом был еще особый интерес. Каждый показал какие-то моменты именно на местах. То есть мы показывали музейные помещения в Краснознаменске, мы в онлайне возлагали цветы в Одинцово. То есть вот эти локальные точки, которые выходили в прямой эфир, и опять-таки трансляция была на канале YouTube, большое количество людей поглядело как раз из-за того, что это все в онлайне было. Тем не менее народ засиделся, и сейчас мы наблюдаем на всех массовых мероприятиях, Масленица Захаровская, тому премьер живой, огромное количество людей. И мы всех приглашаем также и на наши события, Одинцовскую краеведовскую конференцию, Большевизионский музей. Надеемся, что нас будет много, нам будет всем интересно, и все мы друг другом останемся довольны. Смотри, я так понимаю, что вот круг краеведов-любителей, в общем-то, он известен, правильно? А новичок может вписаться? Да. Насколько дружелюбная среда? Весьма дружелюбно, и наши коллеги из Большевизионского музея, они всегда мне говорят, что вот там, да, у нас, конечно, есть темы для докладов, мы, конечно, можем снова выступить на нашей конференции, но надо дать дорогу молодым. Я говорю, ребята, а что мы комплексуем? У нас тут своя тусовка, это наша конференция, мы берем, выступаем, если надо. Смысл в чем? Я не вижу проблемы в том, что один и тот же человек выступит на конференции сегодня, в следующий раз, еще в следующий раз. Мы коллектив заинтересованных людей, мы не говорим одни и те же слова. Один и тот же человек, он постоянно находится в поиске, он постоянно проводит исследования, и он, новые темы исследования, почему их не донести до внимательного слушателя заинтересованного. Тем не менее, у нас, опять-таки, новые люди, они каждую конференцию появляются. В том числе в этот раз у нас будут представители школьного сообщества, тоже тему взяли хороший по топонимике Одинцовского района, научный руководитель вышел на связь, говорит, вот девушка, у нас школьница, тезисы, все, изучили доклад, действительно, очень интересно. Давайте заслушаем, давайте. Действительно, очень интересно послушать, о чем будет доклад. Происхождение названий населенных пунктов Одинцовского района, то есть там и статистика, и там описательная часть интересная, я думаю, будет здорово. Да, мы вот до сих пор боремся с тем, склоняется Одинцово или не склоняется. Склоняется, конечно, правила русского языка, я вот все время путаюсь, Каринская или Каринская, да простят меня. Местные жители говорят Каринская. Каринская, да. Но вот на самом деле интересно, откуда пошло, что это значит? А в Одинцове говорят Каринская, да. Ну, Одинцово далековато от Каринского или Каринского, но, конечно, хочется стремиться к тому, чтобы говорить правильно. Вот предположим, я тоже хочу принять участие в конференции, тоже хочу исследовать какую-нибудь тему, да, краеведческую, с чего мне начать, куда обратиться. По истории Москвы и России понятно, есть поисковая система, забиваешь, все находится. Можно хотя бы от этого оттолкнуться. А, например, по Одинцовскому округу уже посложнее найти информацию. Я скажу так, что Одинцовские карьеведы уже много лет реализуют такой интересный проект, он называется сокращенно ОЭКБ, Одинцовская электронная карьеведческая библиотека. Смысл его, опять-таки, в популяризации, в том, чтобы сделать доступным максимальное количество карьеведческой информации, а именно книги. То есть регулярно выходят книги по истории, по разным аспектам истории Одинцовской земли, и их достаточно большое количество. На данный момент в наших недрах краеведческого общества силами наших сотрудников-специалистов оцифровано 274 книги по истории Одинцовской земли. Это разные совершенно аспекты, разные населенные пункты, разные события про разных людей. То есть, на мой взгляд, я так оцениваю, что это 95% вообще всей литературы исторической, которая выходила когда-либо касаемо Одинцовской земли. И большую часть этой литературы мы выкладываем в свободном доступе. Пожалуйста, в социальных сетях ОЭКБ Одинцовская электронная кровельщика библиотека находите. Можно скачать в свободном доступе свободно распространяемую литературу. Если она ограничена авторским правом, конечно, мы ее не выкладываем в свободном доступе. То, что свободно можно распространять, пожалуйста, скачиваем, изучаем, листаем в PDF картинки, находим для себя что-то увлекательное и, соответственно, дальше начинаем эту тему развивать. К счастью, администрация Одинцовского городского округа поддерживает этот проект. И на сайтах некоторых поселений, на сайте города Одинцова размещены целые разделы краеведческой литературы. Как раз вот с помощью Одинцовских краеведов и администрации мы совместно этот проект делаем и планируем его дальше развивать. Делать даже отдельный сайт, как такую платформу для размещения вот этой краеведческой информации. Но это я уже такие тайны немножко забегаю вперед, рассказываю. Мы этим горим, мы обязательно это будем делать. Маргарита в Инстаграм очень нас поддерживает по честь того, что Одинцова таки склоняется. И задает вопрос, как происходит выбор тем докладов для конференции. Очень просто. Значит, это открытая такая вполне история. Мы перед конференцией определена дата, мы публикуем приглашение, мы публикуем афишу и официальное письмо приглашения, в котором расписаны все условия участия. То есть мы приглашаем любого желающего со своей темой выступить. Для этого надо предоставить саму тему, тезисы, развернутое описание. Для этого необходимо предоставить иллюстративный материал, презентацию. И когда собирается пул вот этих заявок, мы смотрим, соответственно, и смотрит комиссия. То есть музейные работники, краеведы из краеведческого общества. Мы оцениваем и составляем программу конференции. Из практики, конечно, она до последнего дня. Сегодня мы на самом деле последнего выступающего уже вписали в рамочки. И, к сожалению, мы ограничены во семью на все выступлениями. Для того, чтобы не перегружать вообще события. Чтобы оно было свободное, легкое, там, с перерывом на обед, с употреблением чая и кулуарным общением друг с другом. Это один из интересных аспектов, когда люди, когда ты видишь, ты как ведущий сидишь там на своих местах, занимаешься. Такой корпоративчик криви. Да, а там люди, в общем-то, в кулуарах, на галерке собираются в группе, что-то обсуждают, они друг друга увидели, вот, они там друг за другом следят в социальных сетях, у кого какие достижения, у кого какие исследования. Тут они встретились, начинают обсуждать, и так рождаются многие совместные проекты. На самом деле это уже из практики. А и еще один вопрос от пользователя МБС-студио 13. Антон, будет ли обновлен сборник по памятникам? Имеется в виду, наверное, наша известная книга, которую мы делали в 12-м году совместно с Комитетом по делу молодежи, культуры и спорта. Тогда, в общем-то, Комитет выступил с такой инициативой. Мы, как общественники, подхватили и вместе с сотрудниками Комитета мы объехали все памятники, военные памятники Одинцовского городского округа. Мы занимались этой работой три месяца, только объезжали, фотографировали, описывали, собирали документацию по этим памятникам и опубликовали каталог путеводителей Одинцовского памятники, военные памятники и мемориалы Одинцовского края, он называется. Конечно, с 12-го года информация уже устарела, многие памятники реконструированы, многие памятники, появилось много новых объектов мемориальных, связанных с Великой Отечественной войной. Все эти годы мы отслеживали эти изменения. В специальный интерактивный каталог мы вносили новые фотографии, новые заметки. И сейчас этот проект, он тоже у нас, так сказать, на заметке, на такой большой-большой жирной галочке. И мы собираемся делать, если не книгу, то, может быть, все-таки мы дорастем тоже до отдельной интернет-площадки, до отдельного сайта, где эти памятники будут упомянуты. Потому что книга – это такая история очень красивая, ее приятно держать в руках, но это статичная вещь. То есть там напечатали информацию, и вот оно так и останется на годы десятилетия. А на сайте информацию можно оперативно обновлять. Возможно, это будет какой-то интегрированный проект, причем интегрированный с реальностью. Книга, сайт и, собственно, объекты на местности. То есть мы берем, публикуем книгу, публикуем сайт, и на местности устанавливаем на памятниках номерные таблички с QR-кодами, по которым можно зайти на сайт и получить более подробную информацию об этом объекте. Там паспорт этого объекта увидеть, какую-то дополнительную информацию прочитать, которую, к сожалению, нельзя в реале разместить на каких-то плакатах на каждом объекте. Потому что, допустим, там какой-то мемориальный комплекс, там «Вечный огонь» в городе Денцово – это большая площадь, а какая-нибудь табличка на бывшем госпитале, на здании – это достаточно маленький объект. Так что этим будем заниматься обязательно. В работе. Я хочу сказать о том, что наш телеканал ежегодно освещает краеведческую конференцию, которая проходит в Денцовском округе и предлагаю посмотреть один из репортажей. В конце 19 века Звенигородский уезд занимал лидирующие позиции в губернии по количеству пожаров. Тушением возгораний занимались полицейские – всего 4 человека. Справиться с ситуацией своими силами они не могли. На помощь пришли добровольцы – жители сел и деревень. Начали местные жители объединяться и закупать оборудование на свои деньги пожарные. И уже к концу 19 века их профессионализм не уступал по сути профессиональным пожарным. Пожарная дружина в Веземах появилась в конце 19 века. В нее входили 40 человек. Тогда же на карте села и окрестных деревень появились многочисленные пруды, которые использовались для тушения возгораний. Доклад Владимира Сизова «История добровольческого пожарного движения» в Звенигородском уезде открыл шестую конференцию «История и современность» всего же в программе главного краеведческого события года – их семь. Это должно быть некое исследование, это должно быть некое новое слово. Оно может быть изначально, так сказать, с нуля проведено исследование. А может быть просто другой взгляд на уже известные события. Может быть необычный подход к исследованиям. Это все очень интересно. Исследование Марии Лобановой почти что детектив. О часовом промысле в Шарапове знают многие любители истории. То, что имя фабриканта Василия Платова связано еще из Голицына, краевед установила совсем недавно. Пришлось проделать кропотливую работу, сверить карты, изучить электронные источники информации, отправить запросы в архивы. Когда-то здесь делали известные на всю страну ходики. Напоминание об этом – заброшенные деревянные здания недалеко от железнодорожной станции. Именно здесь располагалась артель «Точные часы». Сейчас выявленные объекты культурного наследия под угрозой исчезновения. Сейчас там ничего нет вообще. То есть они стоят пустые. И в принципе в таком состоянии им угрожает просто время вандалы, которые отлазят пожар, который может внезапно начаться от брошенной сигареты. На днях у здания, в котором когда-то располагалось часовое производство, появился собственник. И теперь краеведы еще больше опасаются за сохранность строения начала прошлого века. Пока его статус – выявленный объект культурного наследия – временный. В процессе сбора документов для того, чтобы он стал постоянным. Этот статус уже дает ему охранную грамоту о том, что его нельзя сносить и с ним ничего нельзя сделать. Но это временный статус. Для того, чтобы признать его полноценным объектом культурного наследия, нужно провести историческую экспертизу. И этим сейчас мы занимаемся. Собираем материалы и готовим документы в Министерство культуры. Впрочем, цель таких конференций – не только возродить краеведческое движение, но и сохранить и даже восстановить памятники, которые помогают нам не забывать свою историю. Надеемся, что вот эта конференция, она поможет и восстановить памятники истории культуры, и бережно к ним относиться, и тех, кто этого не понимает, заставить их уважать нашу историю. А история у нас великая. История Московско-Брестской железной дороги – исследование, посвященное жителям Немчиновки и деревянным постройкам дворцового комплекса Годунова. На выступление каждому докладчику отводилось не более 20 минут. Правда, еще столько же времени уходило на вопросы из зала. Такое живое общение – главный плюс краеведческой конференции. Обратная связь делает научное мероприятие по-настоящему живым. В прямом эфире ТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о девятой краеведческой конференции истории современности. Она пройдет 20 марта в музей-заповеднике Александра Пушкина в Больших Визюмах. Антон, следующий вопрос прямо зачитаю. Одна из целей девятой конференции, наверняка и не только девятой, изучение и продвижение современных направлений в краеведении. А что это за современное направление? Вообще, что такое современное краеведение? Современное краеведение, оно прежде всего обусловлено различными технологическими аспектами, которые мы применяем. То есть человек-исследователь, он воспринимает окружающую действительность как-либо, пропускает через себя, а вот при помощи каких инструментов он проводит эти исследования и какими методами он доносит до внимательного зрителя результат этих исследований, это уже очень сильно зависит от технологического прогресса, который нам современен. И, собственно, то, что касаемо исследований, человек может просто изучать архивную литературу, может ходить в какие-то походы и в полях что-то изучать, а может применять какие-то особые методы геомагнитных исследований для того, чтобы изучить какие-то территории, археологические объекты и получить какие-то новые данные. Он может облетать там местность квадрокоптером и снимать какие-то уникальные фильмы, уникальные виды нам показывать. Это технология. Опять-таки, современные методы донесения информации, это уже упомянутая мной онлайн-трансляция, причем мы как бы ведем и на канале YouTube, и там запись сохраняется, и она потом там веки вечные на канале висит, и к ней можно возвращаться. Несмотря на это, мы также все выступления снимаем на видео, и потом из каждого выступления каждого автора делаем маленькие видеоролики, которые более доступны для восприятия, удобнее смотреть. Эти видеоролики тоже выкладываются и на канале YouTube, и в социальных сетях. То есть массовые охваты. Вот эта информатизация, применение современных интернет-технологий, оно позволяет нам сделать эти знания доступными им массовыми. То есть количество просмотров этих вещей, оно и числяется тысячами. В некоторых случаях переваливало за десятки тысяч. Почему? Потому что вот это доступно. На конференцию приехать, вот туда съезжаются такие фанаты. А я, допустим, очень многие видеолекции гляжу, слушаю, точнее, за рулем, через телефон, через планшет. Это удобно, это позволяет за каким-то домашним делом можно послушать выступления коллег и быть в курсе, что происходит. Современные технологии информационные, они позволяют нам черпать информацию по известной и интересующей нас теме в гораздо больших объемах, пользуясь тем, что это можно делать параллельно. Но конференция для нас святое, поэтому все там активисты, они стараются все-таки съезжаться, участвовать друг к другу, увидеть, пожать руку, обнять, вместе выпить чашку чая, чашку кофе, обсудить дальнейшие планы. Вот, на самом деле, кровесечная работа, она в этом году тоже уже активно ведется, общаясь с коллегами. Я знаю, что многие там и в поля уже выезжают, там, несмотря на то, что снег еще лежит, и там из книжек, из архивов тоже уже многие не вылазят. Хочется, наверное, наверстать то, что было упущено в прошлом году из-за пандемии. Конечно. Антон, в начале программы я назвала темы трех докладов, которые будут на конференции. Вот о чем будут доклады? Расскажи про остальные, или, может быть, поподробнее про те, которые мы уже обозначили. Ну, у нас про часовое дело будет доклад, то есть специалисты из общества изучения часов. То есть это вот развитие той темы, которая была в сюжете? Да, развитие, именно развитие. Здесь, как бы, там немножко разные аспекты будут освещены, но тема, допустим, часового производства для нас, это вот, на самом деле, наше все. Так же, как и тема лозоплетения, вот этих промыслов, часовой промысел тоже очень известный в Одинцовском, на Звенигородчине он был. Вот, значит, упомянутая мной топонимика, и обращу внимание на то, что у нас достаточно большое количество в этот раз военной тематики. Это не случайно. То есть наши коллеги, вот, поисковики, военно-патриотический клуб «Азимут», он же поисковый от Азимут из Карснознамеска, расскажет о своей многоплановой работе. Это одновременно и презентация клуба широкому сообществу и зрителю, и одновременно, действительно, как образец, я предложу руководителю Бочкарову Алексею Викторовичу сказать, потому что он действительно является примером для многих коллективов аналогичных. Деятельность, она не замыкается в себе, она не замыкается только в лесу, в полях, она очень активна в городе, отмечу, при поддержке местной администрации, зато Краснознамец там выделяется и помещение, и помощь оказывается, и большое количество молодежи. Если взять вот наши какие-то совместные мероприятия, совместные поисковые выезды, раскопки, то Краснознамец, Казимут, это основная такая ударная сила, действительно, потому что руководитель, ну, почти ежедневно с ребятами работает, проводит какие-то занятия, занимается. И поэтому есть и музей, поэтому есть и приемная судьба солдата, поэтому есть направление страйкбол, поэтому есть направление военно-сторическая реконструкция, поэтому реставрация находок массовой, передачи ее там в школьные музеи, и все это держится на активисте, который грамотно организовал. И у нас поисковый аттракт «Вымпелс» в Ласихе проводит научные исследования в окорестностях, опять-таки, своего родного поселка. О результатах будет докладывать. Там, собственно, и архивные данные, и результаты полевых исследований на местности. То есть там своеобразная интерпретация, которую мы обсудим, возможно, зададим каверзные вопросы. Почему тема военная, почему мы не стесняемся в большом количестве эту тему затрагивать, сейчас у нас с вами юбилейный год. 80 лет битвы за Москву. Для Московской области это дата, прям дата. Почему? События, которые происходили здесь, в Подмосковье, связанные с обороной столицы в 1941 году, они эпохальные. Ну да, гитаром просвета победы называлось мероприятие. Совершенно верно. Такая заря издалека. Значит, переломный момент Великой Отечественной. Здесь впервые победили фашистов в таком массовом и системном порядке. Как образным языком сломали хребет фашистской гадине, дальше гнали ее. Эти события, они переломные для Великой Отечественной, для Второй мировой и для всей мировой истории в целом. Последние исследования отечественных ученых, они показывают, что по соотношению сил и средств, задействованных в Московской битве, это была величайшая битва человеческой истории. На минуточку. И эти события, они происходили здесь, у нас. И наши земляки из Подмосковья, наши земляки-одинцовцы, они непосредственно принимали участие в этих событиях. Многие увековечили свои имена, совершив подвиги. Многие из другой местности, из других районов нашей большой страны тоже нашли здесь себе могилу, но защитили Подмосковье. Там Зоя Космодемьянская, это вообще икона. Поэтому есть много о чем рассказать. Тема в этом году как никогда актуальна. И поисковая работа, она будет продолжена тоже в Подмосковье в этом году. Не случайно мы сейчас ведем работу о том, чтобы именно территория Одинцовской земли состоялась оригинальная учебная вахта памяти в этом году, чтобы сюда съехалось много поисковиков. Вот смотри, краеведы, это в большинстве своем люди зрелые. Ну, молодежь насколько интересуется краеведческой темой? Молодежь интересуется такими более прикладными аспектами. Потому что молодому человеку, ему интересен некий такой драйв, исследования активные. То есть очень мало действительно молодежи, они проводят какое-то время в архивах, продолжительное. Допустим, молодежи больше интересны какие-то полевые исследования, какие-то, может быть, изучения музейных экспозиций, какие-то исследования, раскопки те же на местности. То есть определенная смена картинки и, соответственно, какая-то даже романтика в этом присутствует. Сейчас мы же все любим интерактив. Нам вот этот интерактив подавать. Я даже пытался избежать этого слова замечательного нашего. Действительно, вот этот интерактив. Почему? Ну, потому что мы так устроены. Это нормально. И слава богу, что есть такие люди, которые с горящими глазами молодежь тоже за все это берутся и учатся, с удовольствием учатся у старших товарищей, перенимают у них опыты, подходы вот эти. И не только перенимают, а то, что я всегда отмечаю с удовольствием, то, что далеко не за всеми техническими новшествами и технологиями мы поспеваем, невозможно во все это погрузиться целиком, а молодой человек, который с молодых ногтей, еще не умея разговаривать, начинает тыкать пальчиком в планшет, он немножко с этими технологиями, с этими дружественными интерфейсами дружит немножко побольше, чем мы. И предлагают, ребят сами предлагают какие-то технологические подходы и решения в нашей проблематике как раз из-за того, что они в этом понимают уже лучше, чем мы. Хотя там горех жаловаться, что мы тоже соображаемые тенденции, стараемся все новые подхватывать. Стараемся, да, не отставать. Девять конференций, ну девятые, да, впереди, восемь конференций, позади, вот за эти восемь конференций. Какие, может быть, открытия были сделаны? Какие доклады можешь отметить? Ну, каждую конференцию какой-то такой изюм, он присутствует. Вот. Для меня, на самом деле, открытием, ну, является каждый доклад. Ну, вот честно, прям вот. То есть я сам там на первых конференциях выступал, и у меня тоже масса тем, масса докладов, и я тоже хочу на девятой выступить, но очень много людей. Не получится, да? Да, да, очень много людей. Я могу сейчас рассказать, чтобы я вот... Вот, а о чем бы рассказал? Я бы рассказал о том, что наша Одинцовская земля, она уникальна, у нее многоплановая, многослойная история, и далеко не все вообще знают, какие у нас есть сногсшибательные места, колоссальные какие-то древности, настолько фактурные, от которых захватывает дух. И замысел мой и моих коллег-соратников, кто поддерживает эту идею, состоит в том, чтобы через популяризацию походов выходного дня, таких однодневных, не очень сложных прогулочных, туристических маршрутов, которые составлены, проложены на местности, отмечены на местности, провешены вот эти тропы какими-то метками, какие-то плакатики установлены, или это интерактивно в интернете описано, что люди могли самостоятельно и в сопровождении гида-краеведа проходить и узнавать новое. И вот на данный момент мы разработали уже пять таких маршрутов, несложных, где есть чего поглядеть, где там необычное в необычном, или где такие объекты, от которых закачаешься, но о которых никто не знает, например, Бушаринское городище, дославянское, огромная древняя крепость с валами, земляными укреплениями, которые находятся в таком тайном месте, о котором я не скажу. Но желающие группы можем сопроводить и показать. Очень интересный маршрут. Мы сейчас этим занимаемся, разрабатываем активно, и, видимо, в какой-то форме мы это в итоге опубликуем. И вот я на самом деле хотел бы, конечно, об этой деятельности рассказать. Сейчас мы ходим в походы на лыжах, на снегоступах, чтобы ножками пройти, это поглядеть, записать трек маршрута, поставить точки GPS, где что находится. И, собственно, некоторые маршруты даже опробованы вместе с какими-то небольшими группами людей. И это показало, что совершенно живой интерес и очень интересно узнавать родной край с такой необычной стороны, когда человек с горящими глазами тебе рассказывает, что это ручей с ржавой водой, потому что это минеральная вода, это отложение, соответственно, ржавчина, это болотная руда, из которой наши предки выковывали там такое наше местное доморощенное железо. А вот это вот бобровый погрыз, в бобрызии живут, вот плотина, а вот это славянские курганы, а вот это долина реки Везенки. Посмотрите, какой ландшафт оставлен ледником, а здесь выходы черных юрских глин. И насколько вот это... Каждая вот эта экскурсия, поход, она комплексная. Мы смотрим вокруг себя и видим много-много интересного. Мы хотим об этом рассказать. Но сейчас будет прям 10 секунд рекламы. Муж с сыном ходили в один из таких походов, год или два назад. И вспоминают до сих пор и ржавый ручей, и бобров, и, конечно же, спуски на санках тоже вспоминают. Обошли в этом году уже этот маршрут. Все годно, можно водить людей. Можно, и даже, мне кажется, нужно, потому что историю страны... Мы кто-то худо, кто-то не очень знаем, а вот историю родного края, наверное, знаем хуже. Поэтому очень это нужно. Предлагаю напоследок телезрителям напомнить. 20 марта в 11.00 Музей-заповедник Пушкина, Большие Веземы. Вход свободный, правильно? Вход свободный, гостевой флигель. Мы всех ждем. Добро пожаловать. Спасибо, Антон, что пришел к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. В субботу вы знаете, чем можно заняться. Если не получается приехать, то можно посмотреть онлайн-трансляцию. Всего доброго. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...